Мы приехали в Нью-Джерси, у них вот этот вот головастик поломался, они вызвали эвакуатор. И этот головастик зацепил вот этот вот конус и катает его между колес туда-сюда, туда-сюда. Все, отвалился у него этот конус уже. Мы остановились в Западной Вирджинии, здесь очень интересная аэростерия такая, с обзорным видом. Тут местный динозаврик какой-то живет. Здесь бесплатная литература. Вот такой вот вид открывается отсюда. Шикарный. О, это мое любимое. Оргонит. Вот этот вот красавчик. А этот колючий какой-то. Это что-то, содержащая серу, желтенькое. Кварц. А это камушки. Видно какое-то древнее орудие труда. Камушки, железо. Кольце белый. Тоже какое-то орудие труда маленькое с дырочкой. И это тоже вот с лынкой. Карл. О, какой отпечаток. И это отпечатки листьев каких-то на камне каменных. А здесь же тоже отпечатки. Вау, какой интересный. А это какое? Это, наверное, окаменелое дерево. Травертин. Очень нравятся мне камушки. Там вы можете фотографию сделать, пожалуйста. Это какая-то посуда. Очень интересно. Ветерочек. А так на улице тепло. Показывало. Показывало. Плюс восемь было. Ехать нам рано. Мы решили постоять здесь. Потому что мы выехали. Раньше на два или на три часа в дороге еще чуть-чуть нагнали. И получается у нас в запасе четыре часа до доставки вот этого пустого прицепа. А там у нас идет большой разрыв. Мы должны оставить пустой в четыре часа, а с грузом забрать в восемь часов вечера. Стоять там совершенно негде. Мало того, что мы сейчас идем с опережением на четыре часа, так плюс еще нужно будет где-то отстаиваться потом. Решили постоять пока здесь. Сейчас я подойду к обрыву туда и сниму, какая красота там находится. Вообще западная Вирджиния очень красивая. Она вся такая гористая. И везде виды и пейзажи необыкновенные. Правда ехать тяжеловато. Постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, но пейзажи обалденные. Снега нет. Лес весь спит. Красиво. Но до 17. Западная Вирджиния. Жалко, что снимает плохо. Резкость плохая. Не могу передать всю красоту. Вот он опять отгоняет это что-то с чем-то. Не знаю, какие у него мысли в голове. Вот так вот видим всю дорогу. Он застрянет, застрянет, потом опять скорость набирает. Еще 3 мили до того опасного участка. Чем он опасный? Там с горки спускаешься вниз, и дорога мокрая. Если там будет нулевая температура, то дорога может подмерзнуть. Это плохо. Дорожка блестит, значит она мокрая. Температура у нас 43 градуса. Это где-то около 7, наверное, с плюсом. Ну вот она, 171 мили. Авария была на той стороне. В прошлый раз крупная. Там дорога идет немного пониже, чем эта. Слава богу, температура нормальная. В воздухе сильно дымом пахнет, наверное. Я так думала, может быть, люди попросыпались. Потому что время 5 утра начинают печки топить, и нет ветра. Дымом прям стоит какая-то, или мгла, непонятно, но пахнет гарью. Этот двойной товарищ, он опять на обгон пошел. Влез в левую полосу, не знаю, обгонит, не обгонит. Ой, быстрее бы уже солнце стало. О, в туман заехали. В Пенсильвании непредсказуемое. В СПОМОН выехали. Похоже, впереди опять туман, да. Вот эти дни перед ведущей машиной теряются. Похоже, в СПОМОН. СПОМОН. САСЕМА ПОХО. Так, замедляемся, я ничего не вижу. Продолжение следует... Продолжение следует...